Горьковский автозавод начал выпускать «Волги» с 1956 года прошлого века. Как и полагалось российскому автомобилю, практически все его детали были отечественного производства. С течением времени внешний вид автомобиля и его комплектация значительно изменялись. И «Волга» то становилась невероятно популярной у автолюбителей, то вызывала массу нареканий, одно из которых – качество металла. Первые «Волги» с оленем на капоте нравились особенно. Тому железу, говорят бывалые автолюбители, сносу не было. Последующие модели уже не могли похвастаться таким качеством кузова. Сегодня «Волги» уже не выпускают только детали. Зато «Газели», «Баргузины» каждый день сходят с конвейеров газа, а делают их из череповецкого металла. Качество продукции – одна из важных задач, стоящих перед работниками медкомбината, причем перед каждым. В приоритете – клиентоориентированность. За сложным термином уже ясное сегодня многим заводчанам отношение к работе, понимание того, что на качество конечного продукта влияет каждый на своем рабочем месте. Здесь можно посмотреть, какой металл сейчас задан. То есть на данный момент толщина 1,89, ширина 1380, подряд с 1280. Мы в цехе травления металла. Именно тут рулоны горячего металла проходят обработку кислотой, протравливаются, приобретая необходимые характеристики, чтобы впоследствии превратиться в автолист, например. Требование к продукции серьезное, поэтому от работников нужно максимум внимания. Алексей Портретов может повлиять на качество прямо с пульта управления. Качество – это вырезание дефекта на кромке, которая в дальнейшем может там не пройти. Визуально видно – это завальцовка, рванины, порезы. Дальше металл подрезается, сваливается, превращаясь в непрерывную полосу и направляется в емкости с кислотой. На этом агрегате – с соляной. Именно она придает в итоге такой белесоватый цвет. А на выходе уже электронные глаза следят, чтобы поверхность, как говорится, была без сучка, без задоринки. Здесь находятся 16 камер, 8 камер внизу и 8 сверху. Инфракрасный свет, поэтому мы его с вами не увидим. То есть кажется, что камера не включена. Ну а сами дефекты непосредственно выводятся на монитор. Марина Поминова видит все на дисплее. Порывы, шероховатости, механические повреждения. Если и есть, не ускользнут незамеченными. Металл автозавода у нас первая группа, у нас аттестация есть согласно регламенту. Мы принимаем. Весь здесь металл у нас, если металл снимается, опять же он для ЦДРК, техотдел. Он потом просматривается, который мы металл здесь снимаем. И согласно этого металл переназначается другому заказчику. Специалисты Горьковского автозавода недавно побывали на Северстале. Наш комбинат – основной поставщик металла для нижегородцев. На своевременном исполнении заказов, на своевременности отгрузки в месяц заказов. Северсталь подошла показатель 95%. Это достаточно высокий показатель по всем металлургическим предприятиям России. На встрече обсудили и выполнение графиков поставки, и качество продукции. Без претензий не обошлось. Был дефект медной пленки, так называемой, из-за которого чуть не остановился на газе цех. Проблема для нас была новая, мы ее решили. Каждый из героев нашего сюжета признался, что хотя за качество продукции, которая идет на газ, отвечает, но сами ездить предпочитают на иномарках, пусть даже поддержанных. Ведь дело не только в качестве металла. А мнения горожан об авто разделились. Ну, отечественные автомобили, потому что они как бы по ремонту дешевле выходят. Отечественные? Почему? А проще? Не, безусловно, иномарки, конечно. Конечно, качество выше намного, с нашими вообще не сравнится. Процесс постоянного совершенствования производства идет. Есть уверенность в том, что авто из череповецкого металла будет не только улучшаться, но и производиться с большей рентабельностью. А значит, с выгодой для всех.